Радио Свобода А мне больше нравится информационная и так далее Хорошо, независимое интернет-издание Александра Валерьевича Солдатов За то, что Александр Валерьевич встрял, первое слово ему Потому что ваше очень независимое интернет-издание от разводных проблем сильно пострадало, как я понимаю Почему вы думаете, что ДДОС, так называемая атака на ваш сайт И итоговые бездействия в течение довольно продолжительного времени И они были вызваны именно помещением на нем материалов по проблеме развода Вы знаете, я пока нигде не заявлял о том, что выяснена причина этой очередной атаки Нет, но вы выдвинули это в качестве предположения, что, наверное, связь есть Вы знаете, в последнее время мы таким атакам подвергаемся в среднем раз в месяц И в мае, например, портал не был доступен целых четыре дня Хотя очевидной острой темы, которая могла бы спровоцировать наших оппонентов, не было Вот, ну, действительно, надо признать, что после появления сюжета о религиозной, православной оценке развода Путина Посещаемость портала резко возросла Может быть, в два-три раза Вот, и очевидно, это вызвало беспокойство Судя по тому, что господин Путин в первой своей беседе о разводе после вот этого знаменитого официального объявления А эта беседа состоялась на канале Russia Today позавчера Вот, так вот, во время этой беседы он заявил, что с религиозной точки зрения его развод никакого значения не имеет Раз он сам завел речь о религиозной оценке развода Очевидно, что бурное обсуждение именно этого аспекта религиозного его задело Вот, и масштабы этой DDoS-атаки, конечно, не сопоставимы с теми, что были раньше То есть, поступали запросы в течение одной секунды с десятков миллионов IP-адресов То есть, была использована какая-то мощная программа, троянская, как их принято называть Которая заразила сразу десятки миллионов компьютеров во всем мире И все наши защитные механизмы, широкий канал доступа к серверу не вытершили То есть, есть основания предполагать, но постепенно, как я уже сказал в начале, мы начинаем привыкать к тому, что это регулярные события в жизни нашего портала Очевидно, наши кураторы, назовем их так, пришли к выводу, что раз не получается истребить портал естественными методами Отсекая все возможности финансирования То надо прибегнуть к противоестественным На ваш взгляд, ведь у вас несколько было статей на эту тему разных авторов На ваш взгляд, что именно вызвало раздражение? Ну, главный тезис, очевидно, вызвал раздражение, что брак, в котором состоят христиане, в том числе православные, не может быть произвольно расторгнут Что еще Спаситель в Евангелии говорил о нерасторжимости такого брака Апостол Павел, знаменитая фраза о том, что, это я могу буквально процитировать Соединен ли ты с женою, не ищи развода, говорит апостол Павел Или вот сам Спаситель в Евангелии от Луки знаменитые слова произносит Всякий разводящийся женой своею и женящийся или женящийся на другой прелюбодействует Известно, что много сил положила официальная пропаганда на то, чтобы придать Путину образ благочестивого человека Все эти фотографии с причастием Путина, все эти трансляции служб, на которых он присутствует Иногда, кстати говоря, вместе с бывшей женой Что говорит о том, что их брак все-таки был помещен в такой вот церковно-литургический даже контекст Да, вот все эти усилия оказались, значит, бесполезными Очень важно было послать обществу месседж о том, что только Союз Патриарха Кирилла и президента Путина спасет Россию Что это новая симфония А какая же может быть новая симфония с человеком, который откровенно попирает Божьи заповеди, православные каноны Опять же скажу, что не случайно Путин сам вернулся к теме церковной оценки своего брака Вот, видимо, для официальной пропаганды это весьма болезненная тема Поскольку она разрушает некую вот такую мечту о симфонии Некий такой вот идеал гармоничных отношений патриарха и президента Не церкви, даже государства Поскольку это абстракция в наших условиях Вот у нас такая очень строгая пирамида власти Вот, то важно было создать симфонию именно между двумя личностями В руках которых сосредоточена абсолютная власть у каждого там в своей сфере Говорил Александр Солдатов Я, если можно, тогда побеспокоить Саяна Сверидова Потому что, ну, давайте я спрошу так Вообще нетривиально, что Господь Иисус именно в вопросе о разводе Занял ригористическую позицию Нетривиально, потому что в его эпоху, как мы знаем Были разные направления в иудаизме Разные учителя по-разному решали вопрос о допустимости или недопустимости развода И в целом позиция преобладала скорее либеральная То есть, что развод допустим И это позиция тех вот, той части иудейских мыслителей Которым спаситель близок по многим другим параметрам По заповеди о том, что главное это любовь к ближнему Главное милосердие и так далее И вдруг, словно гвоздь в ботинке, в Евангелии вот этот эпизод Когда Господь говорит, что нельзя разводиться Изумленные апостолы, они действительно были поражены И они его спрашивают, а как тогда вообще? Вот, это же немыслимо На что Господь отвечает, что немыслимые для людей, невозможные для людей Возможно для Бога На ваш взгляд, вот почему именно в вопросе развода Спаситель занимает столь жесткую и в общем, что грех отаить Неудобную позицию Неудобная позиция, это как раз хороший подход Неудобная позиция состоит в том, что иногда в Евангелии Совмещается отношение к ветхозаветным нормам И противоставляются им нормы другие, новозаветные Но иногда Спаситель оправдывает иудейские нормы В целом, если взять Евангелие целиком Позиция женщины, во-первых, становится гораздо выше и значительнее Почти наравне с мужчиной Что дало эту перспективу Второе Почти Почти, да Это мужчины так говорят, почти наравне Второе, церковь извлекла, собственно Почему православные Не, в пример, католикам Допускают и второй брак, и третий брак И четвертый И даже для первых На пятом, по-моему, да На шестом притормозили На шестом притормозили Ивану Грозному Да А в церкви католической такого нет И это ее недостаток Это ее беда Потому что взгляд на то, что может быть священник целебатом Такого не предполагал Безбрачным, я пишу Даже епископ Не должен быть в монашеском чине Он одной жены муж Если мы ссылаемся на тексты Надо смотреть целиком На контекст А я прошу прощения Отец Иван, не получается ли, что Вы только что сказали, что это У Спасителя и Господа Есть недостаток Потому что если недостаток В запрете развода То это не католическая церковь Какий недостаток я бы сказал грека Луки и врача Потому что я не уверен в данном случае Что в тексте буквально и категорично Потому что категоричного нет У Спасителя вообще нет ничего категоричного Ему говорят Вы едите Когда не положено Вы достаете Двигаетесь Вы проходите Больше расстояния С одной стороны Это хорошая новость Что Евангелие Ничего категорического не содержит Значит можно красть Не подставлять щеку Убивать Мы говорим о очень личных вещах Мы сейчас не касаемся Проблемы абортов Мы сейчас не касаемся Другим Касаемся проблемы развода А Евангелие нам говорит В принципе О очень важном аспекте Уважение к человеку И уважение к возможности Его ошибки Брак может быть ошибкой Не грехом Здесь есть некоторые Брак может быть ошибкой И эту ошибку Можно исправлять Православная церковь Я прошу прощения Сейчас Это поняла Сущность Но вот сейчас Как раз везде православных Вот тех Кто в 90-е сформировался Они в отличие от Извините меня Нас Православных 70-х Глубоких невежд И дремучих людей Они гречески выучили Они знают Что по-гречески Грех Это значит ошибка Промах Да Так все-таки Значит ошибка Значит грех Значит грех Значит грех Который может быть Который не к смерти Мы знаем Что грех к смерти Только один Хулана Духа Святого Грех к смерти Это грех не к смерти В нем можно покаяться Из него можно выйти Я здесь Оказываюсь в одиночестве Поскольку Я говорю отчасти И о своем мировоззрении Мое мировоззрение Которое сложилось На протяжении Многих и многих лет И связано с эпохами Разными В нашем государстве И поэтому Я считаю Что я имею право Высказывать Это мнение И свой взгляд На отдельные Несоответствующие Аспекты Как говорят О некоторых вставках Позднейших интерполяциях В священном писании Допустим Касается О прощении грешницы Что вы оправдываетесь Я совсем это не имел ввиду Потому что Независимо от вашего мировоззрения Действительно Православные традиции К разводу относятся Снисходительно И в этом смысле Вы ее совершенно Адекватно представляете Другое 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 Последнее Что я хотел сказать Что на самом деле Брака между Путиным И его женой Церковного Не было Он сам об этом сказал Никакого венчания Это Декларации Лишь Постфактум Православная церковь Признает Браком И брак Гражданский У нас путается Гражданский брак И церковный У нас считается Обычный государственный брак И гражданский Который является Ну действительно Сожительством Да Просто сожительством Я не отвечаю на ваш вопрос Хорошо Но я Этот вопрос еще Переадресую Кому Это очень важно Прокомментировать Как бы с канонической Я представляю Что сейчас посыпется Вал критики В адрес нашего портала О том Что мы поспешили Оценить Содеянное Путиным Как некий Неблагочестивый поступок Не с точки зрения Духовной жизни В которую мы не вторгаемся А с точки зрения Пиара С точки зрения С точки зрения Создание образа Благочестивого Православного Правителя Вот Тот факт Что этот брак Не был Заключен в церкви Никакого В общем Никакого особого Значения С точки зрения Пиара Не имеет Потому что На протяжении Там Как я уже говорил Десяти Тринадцати лет Населению Постоянно показывали Путина Молящимся Вместе со своей Супругой В храме Причащающимся То есть Их отношения В литургическом Контексте Все-таки Существовали Раз они вместе Ходили Молились Стояли там На клиросе Кроме того Важный момент Для вас Как Так сказать Западника Такого Теолога Западника Что Венчание В общем Это такое Довольно Позднее изобретение До сих пор Ведутся в православной Среде споры О том Можно ли отделять Венчание От Евхаристии Или надо совершать Венчание Во время литургии Как это делали В древности Ну Большинство литургистов Сходятся во мнении Что как отдельный чин Венчание Выделилось Только в девятом веке То есть Даже в Византийской империи Половину ее истории Никакого венчания Не существовало А браки заключались По обоюдному согласию После совместного Причастия По благословению Церкви С молитвой Но без какого бы то ни было Чина венчания И понятно Что и спаситель И отцы Вселенских соборов Которые приняли Соответствующие каноны Против развода Имели ввиду Отнюдь не Поругание Таинства венчания Как сейчас Это понимает Путин Но и большинство Поверхностно церковных людей Нет Речь идет Об отвержении Самого принципа Что два человека Уже стали Единой плотью Во образ союза Христа и церкви О котором апостол Павел Говорит И поэтому Человеческой волей Расторгнуть Такого высочайшего Мистического единства Нельзя Это определенный вызов Богу Получается Если бы Путин Отрицал Божественное бытие И не вел бы церковной жизни Тогда вопросов бы Никаких не было Но его так Мощно пиарили Именно как Благочестивейшего И православного правителя Почти царя Почти помазанников Все время служили молебны В день его инаугурации Вот После всего этого Любой развод Любая информация О том что он оказывается Жил в невенчанном браке При этом причащаясь Вот это большой соблазн Для православной общественности Она как вы знаете У нас сейчас настроена Консервативно Особенно в вопросах Связанных с сексом С половой какой-то сферой Вот И поэтому это большой удар Разрушающий Вот эту часть имиджа Путина И не важно Было венчание Или не было Ксения Собчак говорит Что было Она В свое время Близко дружила Когда был жив ее отец Близко с семьей Путина Дружила Они ходили в гости Обменивались Кто-то кому-то был крестными Крестными Насколько я помню В этом союзе двух семей Так что Еще не факт Что мы должны Безоговорочно верить Словам Путина Потому что Путин К сожалению У нас не отличается Какой-то Абсолютной честностью Безупречностью Ну вспомним Хотя бы его утверждение Что Ходорковский Убил пять человек И у него руки по локоть в крови А суд установил Что Ходорковский Никого не убивал Так может В случае с венчанием Тоже нам не стоит Так уж расслабляться И принимать Официальную трактовку Ну не Если человек И живуть Это не согрешит Говорит Священное Писание Евангелина Тогда если можно Немножечко Я бы поставил вопрос Так О цене вопроса Потому что Все что сейчас Говорили Отцы Исходит из позиции Что Развод Имеет Значение Как пример И В этом смысле Развод Главы государства Это пример Для жителей Страны Развод Церковного человека Это пример Для других Членов церкви А все таки Это ведь есть заповедь Не сотвори себе кумира И в этом смысле Ну развелся человек Развелся Какое-то для Другого должно иметь Отношение Это его приватное дело Если ты ставишь Свою жизнь В зависимости От того Как ведет себя другой Я бы даже Сузил вопрос Вот до такого Маленького пространства Где собственно Мне кажется Совершается царство божие До сердца Вот почему Часто люди Боятся развода Потому что Вот мы разведемся Какой пример Мы дадим ребенку Мы должны дать ему Пример Неразрывного союза Чтобы он научился Верности Вот И Там Человек вдруг видит Вот он прожил С женой всю жизнь А дети взяли и развелись Он думает Может быть И он тоже пугается Может быть Вот Я вот лицемерию А вот на детях Отразилось то Что в глубине Это сердце Я гнилой Потому что Ну нельзя быть На сто процентов В себе уверенным Вот на ваш взгляд Имеет развод Верность Вот такое значение Для психологии Другого человека Или это Надуманно И христианин Особенно должен С этим бороться Как с Кумиропоклонством Магизмом И просто подражательством Ну я полностью согласна Что на самом деле Для общественности Это огромный пример И сейчас Очень много И я читала об этом Женщины в том числе Которые Постоянно себя задают Вопрос Тем ли я мужчиной Ну это такая тенденция У нас современная Правильно ли я все делаю А может быть У подруги лучше Ну женщины склонны Сравнивать Свои отношениями С чьими-то отношениями Я вам по секрету скажу Мужчины тоже Мужчины тоже Ладно, хорошо Я вот с точки зрения Женской скажу И сейчас На банальном Очень таком Плоском уровне То что наш президент Развелся Это примерно так Так что Да, значит И я тоже могу развестись Это первое А второе Когда выяснилось Да Ну выяснилось Не до конца Был ли он венчанный Или не был ли Это было Еще одним инфоповодом И который Сколыхнул Такую дискуссию Среди людей Которые задумываются О разводе Если они венчаны Могут ли они себе Точно так же Это позволить Как позволил Это президент То есть Раз ему можно Значит и мне можно А в принципе Скорее Мне кажется Что здесь Это на руку Президенту Потому что Очень много людей Это оценило Как честный поступок Забыв о том Что все это время Ну В течение какого-то Периода Было достаточно Много кривотолков И мы обсуждали Ну назовем это За спиной Нашего президента Почему он не появляется Со своей женой И предполагали Ну а уж тут Кто во что Гораст И когда он действительно Объявил Что он разведен Всем захотелось Узнать Как давно он разведен Почему Потому что Как вы правы Он действительно И по сей день Появляется с супругой Значит это какие-то Очень глубокие Духовные отношения У него с супругой Раз разведясь с ней Он поддерживает с ней Хорошие отношения Ходит с ней на балет Появляется с ней В том же храме И вот это вот Является Неким светским примером Как раз Для тех людей Которые считают Что Ну не считают А задумываются Я что-то не понял То есть он дает Хороший пример Он дает очень хороший пример Интеллигентных отношений С бывшей женой Совершенно верно Или он дает Негативный пример Лицемерия Нет Он как раз дает Хороший пример Интеллигентных отношений С женой Что мы вырастили дочек Как он сказал У них все хорошо Мы их любим Мы вдвоем Принимаем участие В их жизни Это замечательный пример То есть те люди Которые например Ну находятся в браке И им там некомфортно И может быть Их половинки тоже некомфортны Они уже может быть Не раз даже это обсуждали Но не решались на это Потому что До сих пор верят В то что Собственный пример Каким-то образом Повлияет на детей Нет На детей влияет Микроклимат в семье А штамп в паспорте Никаким образом Не влияет на детей И на детей влияет Честность родительская Если родители Честны с ребенком И говорят Что им так будет лучше Мама, папа тебя любят Но вот там Мы хотим разойтись И пойти разными дорожками Вот это Для формирования Личности ребенка Намного лучше Чем они видят То что мама с папой Находятся Уже не в всех отношениях У ребенка же получается Была одна картинка Когда мама с папой Любили друг друга И не задумывались О разводе А потом Ну вследствие Каких-то взрослых обстоятельств Появляется другая картинка И вот эта другая картинка Для ребенка Как раз является враньем А наш президент Вроде как сознался И вроде как Для общественности Это очень хорошо Он молодец У нас программа называется С христианской точки зрения Да Если не ошибаюсь С христианской точки зрения Брак заключается Не с целью Комфорта И плотских Наслаждений Да Вот он воспринимается Как определенный Мистический союз Вот с целью Строительства церкви Тела Христова На земле И поэтому Как вам скажет Большинство пастырей Русской православной церкви Брак сопряжен с подвигом Там обязательно должно присутствовать Самоотречение Суровение А что Евангелине скажет Римакатолический Священник Римакатолический еще больше скажет Но мы за них пока не отвечаем Поэтому Ну почему же Я как католик Мне это близко А я не католик Увы Так что Я кофолик Если так можно выразиться Дефект печи Да Дефект печи Вот Давайте рассматривать Развод Не с духовно На психологической Точке зрения Мы не можем В такие глубины Путинского сердца Погрузиться А мне как раз кажется Что общественность Именно на такой плоскости Это обсуждает Эта плоскость Недоступна По большому счету Ну как же недоступна Мы в ней все Сейчас и живем А можно не за общественность А за себя За себя Как я отношусь К разводу Путина Вообще к разводу К разводу христиан К разводу христиан Я считаю Что нужно быть честным До конца Когда ты говоришь Сам себе правду И человеку С которым ты живешь Говоришь правду И если Ты вынужден сказать Что вот Больше нет возможности Жить с человеком Это намного честнее Чем мучиться Подвиг Подвиг хорош До тех пор Пока человек В подвиге Ощущает себя Действительно достойным Ну просто человеком А когда он начинает жить Совсем ради другого Не ради Бога Не ради себя А просто ради другого Чтобы ему было хорошо Вот это не честно И потом Вполне возможно Когда он уже будет В возрасте В таком Что вся жизнь Будет смотреться Как одна большая философия Мне кажется Мне кажется Что ему будет Хотеться вернуться И повернуть Как же слова Христа О том что Только тот Имеет истинную любовь Кто готов положить Свою душу За своих друзей За своих ближних Конечно Если это Подвиг Разумеется Но если это Мучение И непонимание Можно Биться сколько угодно В закрытой двери Да Но Если ты видишь То для чего Ты бьешься В эти закрытые двери А если Этого уже нету И дверь действительно Закрылась И даже если ты ее откроешь То там будет кирпичная стена А только может быть За этой кирпичной стеной Тот человек С которым Ты когда-то был Духовно близок Минуточку А можно вопрос Извините И как психологу И католику И как женщине Потому что Тут ведь Когда я думаю Синих сообщак Сообщала Что инициатором Развода На самом деле Выступает жена Я думаю Что это было Очень на руку И остается Очень на руку Собственно Бывшему мужу Потому что Очень резко Меняет акцент Вот когда Почти уравнивает женщину Я все время вспоминаю Павла Что женщина в храме Пусть молчит Придя домой Пусть спросит У мужа Эти элементы Не элементы Вернемся к этому Вот что Гвоздь ботинок Отец Иван Как вот такие вот Почти В писании Если бы вы были На Кипре И увидели Что женщины Вопреки В противовес Вернее Тому что В исламе Женщины носят хиджаб Женщины на Кипре В Греции Платков не носят Православие порушено Нет Это не православие порушено В одном моменте Здесь надо Учесть Что апостол Павел Говорил в контексте Иудейских Правил Я тогда Если можно так Сформулировать вопрос Положить жизнь За близких своих Подразумевается Что Владимир Владимирович Положил жизнь За жену И вдруг жена Встает и говорит А мне не нужно Чтобы он клал За меня жизнь Это достаточно Устраненная позиция Она как раз Очень хорошо Это озвучила Это было завуалировано Правильно И донесено До всех Что мы свою функцию Выполнили Как пары Мы воспитали Двух детей Детородную функцию И воспитали Дали образование Она это говорит И все Вот на этом все Все что Для чего создавалась Эта семья Вот на ее взгляд Это все Но это какая-то помесь Рима католического Богословия брака Согласно которому Единственной высшей И главной цель брака Репродукции Как будто бы Это ксерокс Вот С коммунистическим Семейным кодексом Что брак есть там Здесь совместное Ведение хозяйства Дети А нет Значит нету Ну если я совсем Буду мыслить Такими категориями Я скажу так Что наш президент Женат на собственном государстве А может быть А может быть Еще на ком-то Ну тут мы точно Точно не будем Додумываться Да Есть ли у него кто-то И так далее Это вот Вот это совсем Кривотолки Поэтому А какого ей было Жить весь этот период Он-то подвиг делал Во имя кого Если мы говорим Что брак это подвиг Он делал подвиг Во имя государства А не во имя своей жены Погодите Можно Несколько слов Мой комментарий дня На портале Был посвящен этому аспекту Поскольку я считаю себя Не вправе анализировать Духовную жизнь Путина То я анализирую только Сферу Ну как бы Массовой идеологии Массовое восприятие Этого факта Действительно Большинство наших сограждан Считает Что в России Сохраняется традиционный Мы идем особым путем Традиционная модель Общественного устройства Есть обязательно один лидер Национальный лидер Правитель Он должен быть обязательно один С огромной властью Никакой парламентаризм Не допустим Вот ни с кем Эту власть делить нельзя Вот поэтому Мы имеем По сути дела Восточно-азиатскую Такую Азиатскую просто Модель пирамиды Когда наверху Стоит одна единственная Персона Все остальные Являются подданными Которые получают Большую или меньшую Часть милости От этого правителя Живут только Благодаря его заботе Путин и сам В своей первой Инаугурационной речи Сказал что Россия такая страна Где президент Отвечает за все За подъезды За водопровод За тротуарную плитку Вот он этим подчеркнул Верность Вот этой Пирамидальной Деспотической модели По строению общества И в этом обществе При такой модели Получается что Что народ Является истинной Супругой Правителя А супруга Персонифицированная В лице Людмилы Александровны Олицетворяет Всего-навсего Этот народ Это образ Народа Икона Она и выглядит Так достаточно Просто И вес у нее Может быть чрезмерный И так Синяки под глазами Очень похожа На народ Вот совсем Не лицетворяет Я уверена Что спросить Любую женщину Она не хочет Быть похожа На Людмилу Путину Я вот не встречала Так Не-не-не-не Я даже их не вижу Это отдельная женщина А можно мысль Сейчас закончить Я сейчас добавлю Просто скорее Я не хотел говорить О Людмиле Путиной Дело в том Что ведь В мире Все немножко по-разному Включая западный мир Вот в западной Европе Там Саркози Не Челлини А Берлускони Вот Пожалуйста Разводить В западной Европе Примат Приватности Но в Соединенных Штатах Чтобы действующий президент Или действующий вице-президент Развелся Это будет Но это невозможно В этом смысле Я хочу защитить Россию От упреков В том Что это Азиатская какая-то модель Потому что в Штатах Модель совершенно другая Но вот отношение К разводу Мне кажется Было бы точно таким же Параллель есть определенный Нельзя только сказать Что в США Президент буквально Так сказать Венчается со своим народом Потому что в США Нет государственной религии Которая сейчас в России Преподносится Как национальная идея Как государственные диалоги Из-за того Что наша страна Имеет такую Архаичную модель Церковно-государственных отношений То есть пытается ее воссоздать Пока еще не имеет Но он заявляет о том Что имеет Получается так Что мы должны все-таки При восприятии брака Правителя, царя Ориентироваться на Такие вот традиционные Средневековые модели Связанные с Православным восприятием Семьи и брака И обязательств супругов И католическим И православными традициями Союза царя и народа Вот Которому царь Обязан быть верным До конца своей жизни Мы должны повторять Эти дурацкие вещи Что для нас Президент как монарх Нет Что он для нас Образец Для нас нет Какая вам разница Развелся он со своей женой Или не развелся Остался он для меня Не моим супругом Это совершенно точно И для меня Совершенно безразлично Какое его отношение С его супругой Совсем он с ней не живет Живет частично Объявил он ей О разводе Или не объявил Это меня Лично Это не Прошу прощения Если я так Не четко свою идею Сформулировал Нет Вы как бы Идете в русле В русле Общественного мнения Я не в русле Я его рассматриваю Со стороны И пытаюсь проанализировать Сам я не являюсь Выразителем Этого общественного мнения И частью И надеюсь Что у нас в обществе Будет расширяться Пространство Людей Которые не так воспринимают Надо это подчеркнуть Вот я подчеркнусь Спасибо вам Все-таки Извините Можно я от Евангелина Потребую ответ Почему и в Америке Это было бы воспринято плохо Ну потому что Там вообще по другому Обе Вот вы говорите Совершенно верно Очень хотелось бы От каждого гражданина Нашего государства Слышать Да мне все равно Ну развелся Ну хорошо Ну слава богу Ну все Живем дальше Вот как бы Вот такого отношения Там Ну там по другому Там все живут Глянцевыми журналами Телевизором и прочим И это было бы Очень быстро То есть вот Президент Обама развелся с женой Развелся Все, следующее событие Это было бы вот так Как вышел новый фильм Про терминатора Вспомните Инцидент с Моникой Левинской Как он поднял на уши всех И на протяжении Ни недели И американцы говорили Объясняя Что дело не в том Что там было Или не было Дело в том Что наш президент Солгал под присягой Вот Значит Вспоминаем Бродского Ворюгам не милее, чем кровопийцам Потом очень быстро выяснилось Что от воровства До начала большой войны Ровно пол шажка На войне удобно воровать Так что разница невелика И я думаю Что те люди Которые сейчас напряглись Или наоборот расслабились Потому что Если я нарушил заповедь о верности Она не прописана Нигде Кроме Евангелия от Луки Но она есть То значит Да То значит можно И своровать Тогда Очень приятно Значит можно и солгать Под присягой И я думаю Что когда зарождалась Этика госбезопасности В 20-е годы Она зарождалась Дзержинский насаждал Воспитанника Иезуитской коллеги И он делал ее Такой гипераскетической Что у чекиста Как известно Там холодная Ну если партийцы Разводятся Да Он предстает Перед политбюро Или перед Своим Бюро Да он даже не предстает Это немыслимо Портбюро не даст согласия Его сразу исключат Конечно Конечно Это жестокость Это жестокость Выведенная Это высокая нравственность Из высокой нравственности Которая попытается Встать даже над Священным писанием Короче Где оперировать Как вы знаете Вы входите в церковь Вы входите в церковь И вы обнаруживаете Вы понимаете Вы говорите себе Что вот этот развелся Этот украл миллион Этот зарезал старушку-мать Но все грешники Но это его приватное дело А мы здесь в церкви Что? Ну я Так наверное У меня ход мысли Не будет идти Я не знаю так Про частную жизнь каждого Чуть-чуть отвечу Про Америку Если бы нам рассказали Что у президента Новая какая-то пассия Нам сейчас не хватает Этой информации Общественности Поэтому сейчас Это до сих пор на плаву Но очень интересно Почему? Почему развелся? А я вам объясню Объяснись? Я вам скажу Психологически И как священник И как пожилой уже человек Я скажу Потому что В том же католическом праве Существует понятие Развода нет Но есть расставание Временные супругов И оно может быть До самой кончины И это брак сохраняется Если вдруг Люди объявляют о разводе Значит есть какой-то Дополнительный фактор И этот фактор Обычно имеет Определенный размер Груди, бедер и талии Вот И всем очень интересно Именно поэтому Это сейчас на плаву Это означает Что опять это лукавство Потому что мы хотим Правды Типа вот Почему же это произошло А нам эту правду Не сказали А плохо хотите правду Нет, хорошо Отец Иван Вы все-таки Как священник Вот Один мой знакомый Архиерей Говорит Что если мы начнем Отлучать от причастия Разведенных Или разведенных Живущих во втором браке У католиков Эта проблема Чрезвычайно Строит Вот сейчас Потому что Количество таких людей Просто костел опустеет Православная церковь опустеет Если мы сейчас Заклеймим Владимира Владимировича То завтра Александра Александровича Иван Петровича И мы останемся с кем? С молодыми Которые еще просто Не успели Развестись Значит Ну это может быть Звучит немного цинично Вот Но в результате Все-таки Вот церковь Как брак Человека с Богом Мы все Невеста Христова Коллективная невеста Невеста не должна Блудить Вот Что же тогда Получается Вот Почему то Что формально Кажется Неправильно А вот По христианской совести Я себя спрашиваю Говорю Ну Второй раз женился Неправильно А если по совести Вроде бы и правильно Как это вот Получается Вы знаете Здесь Происходит парадокс Столкновение Двух Правильных позиций Одна Это сторона Очень личная Интимная Которая В большинстве Присутствует Именно в браке Другое Это Представление Себя Церковный брак Ну Правильно Сказано было Сегодня Это Явление Некоторого Публичного Объявления О том Что Вторая страна Есть Моя вторая Половина Это Публичное Объявление В церкви Или В данном Смысле Что мы Объясняем Это Публичное Объявление Обществу Обществу Не было Данное Объявление Выступают Свидетелем Да Есть Поэтому Есть Свидетели События Внутри Общины Да Есть События Внутри Общины Есть События Личные Мы знаем Что В истории Каждого Из нас Были Друзья Которые Друзьями Перестали Быть По Некоторым Причинам Это Не менее Существенное Соединение Сердец Умов Культур Дружба Дружба Не менее Как бы это сказать Не менее Слабый Организм Друзья Не составляют Одну плоть Как сказано Священном Писании Как сказать Если Господь говорит Что ты идешь К жертвеннику И вспомнил Что поссорился С братом Оставь свою жертву И помирись С братом Значит оказывается Все это в каком-то смысле Одноплоть Родственники Но не одноплоть Не один человек Я говорю Это как Как пример Как пример Мы прекрасно знаем Что есть Друзья Которые расстаются навсегда И становятся Ну не то что врагами А больше никогда не разговаривают И больше никогда не встречаются И больше никогда не будут встречаться Именно потому что не чужие люди И прошедшие трагедии И потому что они не чужие То же самое в браке И Господь Мы конечно думаем о нем гораздо хуже Чем он есть на самом деле А он прекрасно должен понять Есть интимная страна Где может быть ссора Может быть непонимание И может быть Я в этом смысле Оправдан развод Для этого нужен священник Нужен свидетель С которым можно об этом поговорить Если мы не доверяем человеку Не даем ему возможности ошибиться Он ошибается во всем Всегда Он делает ошибки постоянно Дайте ему эту ошибку исправить И поэтому священник Большей части говорит Ну что ж Бог с тобой Здесь ничего не поделаешь Раз такова ситуация Раз есть причина Как в Ветхом Завете Причина Если жена изменяет мужу Если Она ему не мила Она ему просто не мила Она перестала быть ему симпатична И это есть причина для развода В Ветхом Завете Ветхий Завет Между прочим Тоже Никем никогда не отрицался Он корректируется Новым Заветом И поэтому мы видим Те параллели Которые Вот вы написали В своей записочке Параллели Которые иногда совпадают Но доминанта Нового Завета Противостоит Ветхому Завету По очень многим моментам В частности По вопросу разводов Развод Более сложная проблема В новозаветном обществе Чем развод В Ветхозаветном Там нужны конкретные причины А здесь конкретных причин Могут и не быть Говорил отец Иван Сверидов Я напомню Вы слушаете И смотрите Насколько в прямом В эфире На сайте Это программа С христианской точки зрения Радио Свобода У микрофона Яков Кротов Наши гости Священник Иван Сверидов Психологи Евангелина Корсского И публициста Александр Сандатов Которому и слово Да, благодарю вас Ну я понял Что отец Иоанн Так сказать Воспринимает меня Как аутентичного Носителя Некой такой вот Православно-книжнической традиции Фересеев Нет Я воспроизводил Эту логику Не для того, чтобы Никому не собирались Но я понял Из вашего восприятия Что вы поняли меня Так, будто я выражаю Свои собственные мысли И свое собственное восприятие Этого развода Нет Если говорить о моем Собственном восприятии То я сторонник Светского государства И с точки зрения Светского государства Президент является Обычным гражданином Этого государства Имеет право разводиться Никому не объясняя Причин своего поступка И так далее Я сторонник такой модели Но сам-то президент Путин Не сторонник У нас-то не государственная Точка зрения А христианская Вы сторонник Светской церкви Если вообще возможно Такое понятие Нет Не сторонник Простейший пример, опять же, я потом оцел, я всех попрошу высказаться. Вот развелись люди, члены одного прихода, которые здесь венчались, все, они развелись. И муж женился еще раз, патриархальное общество, женщины редко, тяжелее жениться второй раз. Обычно мы понимаем, по статистике, как правило, развод вызван тем, что мужчина нашел себе другую, помоложе, как говорил Бернард Шоу, нашел свежую розу и забыл, что та капуста, которую он бросает, тоже была свежей розой. 15 лет назад. Мыслимо ли, чтобы они оба остались в приходе? Вот сколько я не видел этих рисунков, один ушел, либо муж уходит, либо жена бывшая уходит, либо наоборот. Но вдвоем, вот то, как идеал интеллигентных отношений, Евангелина. Вот, и я как раз и про дружбу, что вот неужели людям, которые ссорятся, и, как вы говорите, потом до смерти не разговаривают, а как можно жить с этой озлобленностью на только что близкого тебе человека, если мы говорим о дружбе, как о таком большом понятии. И точно так же, если ты был женат или был замужем за этим человеком, это же не просто человек противоположного пола, и генетически у вас как-то там, в общем, хромосомы смешались, и все хорошо, дети получились. Это же было нечто большее, чем просто человек. Человек, которого ты выделил из миллиона людей и создал с ним семью. И мне кажется, что вот как раз почему мне и симпатичен поступок Путин, да, потому что он остался с Людмилой, со своей, в нормальных, хороших отношениях. Они смогли договориться до этого. Были бы они в одном приходе, ходили бы они туда дальше, не знаю. Но мне кажется, что вот по-человечески чисто вот если да, то возможно, если пока вот твой бывший не придет с кем-то еще в этот же приход. Вот это является некой сложностью для той половинки, которая еще, ну, бывшей половинки, которая еще не нашла себе другую половинку, да, и не создала что-то, в чем тоже начала себя чувствовать как гармоничная личность, и поэтому вернулась. В общем, в монастыре сложновато будет как-то сделать. Ну-ка, Александр Валерьевич, что там про нас? Если мы просто про церковь говорим. Нет, 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 я хочу донести, что мне кажется, что неправильно, что люди живут со злобленностью на того человека, с кем у него что-то в жизни не получилось. То есть это мешает жить, это портит человека, портит психику и портит все вокруг него. Но неужели сложно понять и простить с человеческой точки зрения? Вообще сложно. Если вопрос не виторический, ответ дают простой. Конечно, сложно. И вся церковь об этом, это огромный труд прощения. Вот что такое церковь Христова. Уверены же мы, что Владимир и Людмила друг друга простили, и никаких проблем у них между собой не осталось. То есть существует чин для второбрачных. Даже чин существует церковный для второбрачных. Что это такое? Православные даже без чин не вводят в чин. Если уж мы о чинах начнем говорить, то в православии существует только четыре канонических причины для расторжения брака. Поэтому если вы настаиваете на том, что для нас важен чин авторобрачных, давайте тогда не выходить за рамки этих четырех канонических причин. Если мы решили говорить на языке чинов, на языке каких-то официальных ограничений, тогда ваше восприятие эмоциональной усталости от жизни с одним человеком не является каноническим препятствием для расторжения брака. Должны быть строго соблюдены эти медицинские факты. Я против тенденции того, что господин президент развелся со своей женой и объявил это обществу. Делать из этого особую новость я бы не стал. Делать политическое шоу, скажем так. Да, пускай они делают. Я прошу прощения, отцы, может я вступлюсь за президента и скажу, что может быть это был упреждающий шаг, потому что если бы он не объявил, а сколько грязи выливалось все эти годы, чтобы живут порознь, в этом смысле я не вижу. Поэтому сделано было вот это шоу Эсмиранда, назовем его так. А почему шоу? Это язык ненависти. Так о любом поступке любого человека, можно сказать, он сделал шоу. Это не христианский язык. Жизнь вообще есть показывание себя. В этом нет ничего греховного. Греховно лгать, воровать. В этом смысле мое сомнение, я уж позволю себе, мое сомнение заключается в том, что все, что я знаю об ЭТОСе, психологии и практике жизни сотрудников органов тайной политической полиции, и даже, может быть, шире, армии, говорит мне о том, что там вообще с семейной жизнью большие проблемы. Именно потому, что человек, посвятивший себя охране Отечества, политическому надзору, контрразведке, это как моряк. У него меньше тех возможностей, которые у нас, у Мирян, скажем условно, у штатских, для поддержания нормальных любовных отношений. И в этом смысле я скорее заподозрю, что вот все, что произошло и происходило в жизни семейной любого чекиста, любого военного, что это не совсем то, за что выдавалось, что это вот поверхность, а под ней часто бывает пустота. И еще раз скажу, это и для моряка проблема. Ну, что делать? Бывает же такое. В этом вопросе моя позиция с вашей, с вашей, с вашей ни в чем не расходится. Я приветствую то, что эти люди решили между собой завершить свой брак и объявили об этом. Я не приветствую только то, что один из этих людей, ну, отчасти второй тоже, прилагали определенные усилия для разрушения светской модели государства. И частично ее разрушив, они получили ситуацию, в которой их развод перестает быть уважаемым цивилизованным событием. Вот они сами многие годы, особенно Владимир Путин, настаивали на том, что государство имеет право вторгаться в регулирование интимной жизни граждан, в их религиозный выбор, в их, я не знаю, сексуальную ориентацию, там, допустим. И добившись того, что государство слишком далеко втоглость в эти сферы, и туда еще привело московскую патриархию, которая еще стала жестче и агрессивнее себя вести в этой сфере. Вот добившись этого, они получили то, что их развод перестал быть их внутренним интимным делом, на которое они имеют право. Они ту модель, где возможен цивилизованный развод, сами же разрушили. Поэтому мы получили то, что их развод воспринимается не как развод, а как какая-то метафизическая трагедия, вот как какой-то ужасный пример и чуть ли не разрушение фундаментов церковно-государственной симфонии. Даже такие преданные патриарху Кириллу люди, как Кирилл Фролов, известный в церковных кругах под кличкой Козя-Базя, пишут, что патриарх обязательно, он председатель Ассоциации православных экспертов. И он единственный давал комментарий от имени РПЦМП на следующий день после объявления о разводе. Так вот, он призывает патриарха Кирилла дать пастерскую оценку, что Путин очень нуждается в этой реакции, что только патриарх может ему объяснить что да как, но патриарх пока молчит. Хотя многие ждут от него какой-то реплики. Я думаю, что такой реплики не последует. Если он умный человек, он не должен давать это. Все-таки поймите, что сам Путин разрушил ту систему, в которой его развод является приватным и как бы вполне уважаемым решением. Все-таки те люди, которые давно с ним развелись, они так не думают и считают эту модель чужой выдумкой и никак не присваивают ее себе. Они считают, как вы говорите, что это как раз положительный шаг. Шаг к честности, открытости и человечности. Он поступил как человек нормальный. Может быть впервые за многие свои деньги. Да, мы с вами действительно это так воспринимаем. А можно я тогда чуть-чуть подальму теперь ложку дёхта в эту идею? В условиях идеологического. Потому что смотря что считать нормой, мне кажется, что есть тонкая разница, но очень принципиальная, между честностью и цинизмом. Возьмем пример из заповеди «Не пожелай имущества ближнего твоего, не укради». Потому что при советской жизни… Ну это в правках того же «Не пожелай жены ближнего своего» в частности идет вместе с имуществом. Хорошо. Мне кажется, это разумная аналогия по той простой причине, что мы еще достаточно первобытные, дикие люди. И жена очень часто, а часто и муж рассматривается как имущество. Особенно, кстати, опять же, и в военных кругах. Ну, когда молодой человек начинает свой карьерный путь в армии, ну что такое жена? Тоже часть какая? Элемент накопительский. Элемент накопительский, часть карьеры, хорошее отношение с женой – обязательно для успешной карьеры. Так вот, если при советской жизни все было просто, чекист – это был еще и человек небогатый. Не было классовых имущественных позиций. Богатый начальник – бедный подчиненный. Все официально были одинаково бедны. Неофициально кое-кто ездил на сафари, но этого никто не знал. Теперь в 90-е годы прошли большой рвок, сделали вперед. На Западе этого, кстати, нет. Презано так, что можно украсть – это нормально. Ты бы на моем месте тоже украл. Вот я богатый, ты бедный – это нормально. Москва не для бедных людей – это нормально. Теперь мы тогда переходим к следующей стадии, что раньше супружеская верность – это то, что роднит высоко поставленного и низко поставленного. А теперь нет. Низко поставленный новый семейный кодекс, по которому штрафуют за то, что у тебя мало детей, возрождают советскую практику налога на бездетность. И разведенным, я думаю, тоже не поздороваться. Большой штраф за развод. Но это для быдла, а для высокопоставленных, оказывается, можно. Так что честность – это или цинизм? Ну, все равно честность. Цинизм – это разновидность честности? Нет. Мне кажется, что мы переходим на какой-то новый этап. И про вашу пирамиду, то, что вы говорили, мне тоже кажется, что это просто чисто элемент же пиара. Ну вот, ну как бы создали нам такого президента. Ну вот мы с ним с таким сейчас живем. Вот он сделал этот поступок, который, на самом деле, ну действительно удовлетворил общественность. Ну голодные они были, как воробушки снизу. Клевали и хотели узнать, она, она, она или еще что-то является причиной, что наш президент не появляется везде с супругой. А почему он должен появляться с супругой? Потому что у всех президента и появляется с супругами. Не было бы этого вот как-то. Я вам скажу, я вам скажу с христианской точки зрения. Это язычество. Человеку нужен идол. Пусть президент будет обладать теми добродетелями, которых нет у меня. Ну, с другой стороны, если бы он был бы неженат, он не был бы нашим президентом? То есть неженатый человек не может быть президентом России? Это очень интересный вопрос. Да нет, я думаю, может, конечно. А вот мне кажется, что нет. Это как вопрос, может ли еврей стать президентом России? Сейчас тоже, конечно, мы уже никуда не денемся. Неженат и президент. А изначально, перед выборами... Я думаю, что рано ставить точку на матримониальной судьбе Путина. Конечно. Вот, очевидно, что это объявление является шагом, предшествующим к какому-то другому событию. Самый завидный жених, да. Вот, да. Это шаг к будущему Прохорову. Ну, понимаете... Да, да, да. Это не шаг к вседозволенности. Естественно, не признаем эту пирамидальность. Конечно. Мы говорим о восприятии в той части общества, которая поет песню «Хочу такого, как Путин». Вот, «За нами Путин и Сталинград». Вот, я говорю о восприятии в этой части. Мы тут собрались, естественно, такие либералы, антипутинисты, Радио Свобода. Опа себе, господи, еще уж антипутинского Радио Свобода. Так что... Наоборот, я надеюсь, что Владимир Владимирович придет и... Нет, Радио Свобода через запятую. А. Не на кравенство я не ставлю. То есть, все вот эти вот, как бы, атрибуты либерального мышления присутствуют в нашей среде. Мы с вами, понятно, не считаем президента каким-то феодальным князем. Вот. Но традиционное сознание и пропаганда кремлевская создает именно такой образ, что нам нужен национальный лидер, что только он за все отвечает. Надо писать письмо Путину. Тогда нам отремонтируют дом. Это же массовое восприятие, оно доминирует. Вот. И та форма, как бы, несколько детская, инфантильная, в которой они излагали причины своего развода, не к нам с вами адресована, а к так называемому массовому сознанию, который хочет такого, как Путин. Вот. Если я последовательно буду действовать по принципу, хочу быть таким, как Путин, то, конечно, я тоже должен там и разводиться. Вот. Вы что, считаете, что это повлечет массовое движение к разводам? Нет. Ну, оно и так достаточно массовое. Да. Но я думаю, что в церковной среде процент разводов, да, может возрасти. Потому что раньше сдерживало то, что это канонически недопустимо, надо терпеть. Теперь, раз сам президент не утерпел, а он у нас самый мускулинный, мощный человек. Так вот, если он ответил... Может, поэтому и не утерпел? А вот если он ответил как раз на вопрос, что я вот невенчанный, значит, ему можно было разводиться. Вот как сейчас общественность, да, вот мне кажется, что если у меня просто, да, брак... Если в какую группу совершил, то я повенчался, можно сказать, церковный человек. Вот, и вот здесь вот это отдельный вопрос. То есть приведет это к снижению процента венчания? Ну, не приведет, конечно, но мне кажется, что многие люди должны будут сейчас... Ну, не должны будут задумываться, а просто задумываются о том, стоит ли венчаться. О том, что нет ничего вечного, потому что вроде как нам кажется уже с переменами президентства, да, что это нечто вечное в нашем государстве, а получается нет ничего вечного. Ну, смотрите, значит, я скажу так, подводя маленький итог, что люди станут ближе к Богу, потому что если человек поймет, что нет ничего вечного в земном и временном, так он освободит место для вечности первого сорта, для вечности Божьей, для той любви, которая может покрыть все, но только если действительно человек просит покрыть, а не нагло говорит, нет Бога, нет заповеди, нет любви. И если человек смиренно и честно признается в слабости, Господь простит. И каждый стоит вот перед этим выбором смирения, честности, люцинизма и наглость, и беспринципность. Вы слушали «Радио Свобода» программу «С христианской точки зрения», посвященной разводам. У нас в гостях были священник Антс Веридов, Евгений Лена Корсакова, Александр Солдатов. И вот программа «Яков Кротов». Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин